К личности и деятельности Иосифа Сталина даже в 21 веке по-прежнему большой интерес. Общество до сих пор спорит, кем же он был в действительности – беспощадный диктатор или величайший мудрый правитель. И так не пришло к единому мнению. Но сегодня тема не об этом. Согласно официальной истории 5 марта 1953 года, в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Иосиф Виссарионович Сталин. И хотя понятно, что он умер несколько дней ранее, а пятого лишь официально объявили, разговор сегодня пойдет совершенно о другом. А кто умер в марте 1953 года? Чье тело для прощания было выставлено 6 марта в колонном зале Дома Союзов? И кого похоронили на Кремлевской площади? По официальной версии – товарища Сталина. Да, Сталина. Но какого? Есть версия, что товарищ Сталин умер еще в 1937 году. А вместо него страной правил двойник. Звучит неправдоподобно, но косвенные факты заставляют как минимум задуматься, что в этой версии что-то есть. Далее начинается настоящее детективное расследование. Поэтому напомню, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Вам не сложно, а мне приятно. Поехали. В 1921 году в Москве Сталину не совсем удачно удалили аппендикс. Операция оказалась тяжелой. Состояние его было критическим. Существовала реальная угроза для жизни. Поэтому в течение двух недель после операции он пробыл в стационаре, а потом потребовалось длительное восстановление. Начиная с 1921 года, член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, будущий вождь всех народов Иосиф Сталин, по несколько раз в год начинает ездить на юг. В Сочи, Абхазию и Грузию. Это стало настоящей традицией. Главным образом по медицинским показателям. Там он отдыхал месяцами и поправлял свое очень слабое здоровье. Кроме сухорукости левой руки, вследствие перенесенной в детстве травмы, когда на него наехал конный экипаж, повредивший ему левую руку и ухо, у Сталина реально было много других заболеваний. Он хронически страдал ангиной в сильной форме, которая то проходила, то неожиданно появлялась вновь. И так из года в год он мог заболеть ангиной даже посередине лета на курорте, просто выпив стакан холодной воды. В 1923 году Сталину было диагностировано неврастение. Иосиф жаловался на постоянное головокружение и временное ослабление памяти при сильном утомлении. Еще у него была серьезная проблема с легкими и серьезный радикулит. Повторю, эти поездки на отдых на юг стали семейной традицией. Последний продолжительный выезд на лечение в Сочи. У Сталина был с 14 августа по 25 октября 1936 года. Но в 1937 году, когда снова дали о себе знать с новой силой все его болезни, он почему-то не поехал. Согласно журналу учета посетителей его кабинета, с лета 1937 года по 1938 год Сталин постоянно находился в Москве. Он даже не поехал на похороны матери, умершей в июне 1937 года. В следующий раз на отдыхе он появился в Сочи только осенью 1945 года. И с 1945 года до самой своей смерти Сталин практически не появляется в Москве. А либо по полгода отдыхает на своих дальних дачах на юге, либо буквально скрывается на даче под Москвой. Так что произошло в 1937 году? В распоряжение писателя и публициста Николая Добрюхи попали уникальные архивные документы, позволяющие утверждать, что в 1937 году вождь всех народов был на грани смерти, вероятно вследствие действия яда. В обнаруженных им документах сказано, что с середины 1937 года здоровье Иосифа Виссарионовича Сталина резко ухудшилось. А 25 декабря 1937 года, среди дня, появилась тошнота и сильная рвота, появились боли в области сердца. Сталин потерял сознание и буквально оказался при смерти. Созвали всех врачей, по несколько раз в день сдают анализы в лабораторию и результаты неутешительные. В Кремле повышены меры безопасности, усилены караулы, на всех этажах двойные патрули, даже многие члены политбюро были вооружены. И этот факт история обходит стороной. Отдельные историки указывают на тот факт, что в 1937 году должен был произойти государственный переворот. И это при живом Сталине верится с трудом. Но 5 января 1938 года члены политбюро неожиданно видят совершенно здорового, даже прозовевшего хозяина страны. По стране впервые прокатился слух, что после внезапной болезни и необъявленной смерти Сталина в 1937 году страной стал править якобы его двойник. Звучит неправдоподобно, но кое-какие факты заставляют проанализировать историю жизни Сталина. Как у всех правителей, у Сталина тоже были двойники. По мнению историков, самым известным из них был бухгалтер из Винницы Евсея Лубицкий. Предположительно, впервые о нем узнали на Западе от перебежчиков, которые прежде работали в НКВД. Сам Лубицкий в старости дал интервью одному иностранному журналисту, рассказав историю своей работы двойником Сталина. На следующий день после убийства в 1934 году Кирова Сталин, проходя по кремлевским коридорам в зал заседания, обратился к сопровождающим. Заметили, сколько их там стоит? Идешь каждый раз по коридору и думаешь, кто из них. Если вон этот, то будет стрелять в спину, а если завернешь за угол, то следующий будет стрелять в лицо. Вот так идешь мимо по коридору и думаешь. После серии покушений на товарища Сталина в начале 30-х годов начальник охраны Николай Власик предложил Сталину срочно обзавестись настоящим двойником. Сталин дал добро. Двойника быстро нашли. Лубицкий был привезен на конспиративную дачу в Подмосковье, где его начали готовить к роли двойника Сталина. В этой подготовке принимала участие целая бригада специалистов. Лубицкий был настолько похож на Сталина, что ему почти не делали пластику лица. Ему слегка изменили форму носа и с помощью инъекций сделали лицо рябым. Лубицкому регулярно показывали кинохронику со Сталином, чтобы он освоил все тонкости поведения главы государства. Будущий двойник оказался способным и быстро осваивал мимику Сталина, его характерные черты и походку. Есть версия, что Лубицкий мог быть одной из причин падения и расстрела главы государственной безопасности Генриха Ягоды, который занимался подготовкой двойника и из-за этого стал слишком много знать. По словам Лубицкого, он впервые исполнил роль Сталина на встрече с делегацией иностранных шахтеров. И этот дебют прошел успешно в 1937 году. Позже Лубицкий часто изображал Сталина на таких мероприятиях, где не нужно было особо много говорить. Бывший бухгалтер не раз стоял вместо Сталина на трибуне Мавзолея. Он мастерски копировал любой жест, вождя и даже его акцент. Лубицкий настолько мастерски исполнял свою роль, что его принимали за Сталина даже сотрудники и офицеры Кремля. Сталин нередко усаживал двойника в кресло в своем кабинете и спрятавшись в соседнем помещении, тайно наблюдал, как к нему приходил с докладом нарком внутренних дел Николай Ежов. Лидеру СССР нравилось подглядывать за тем, как его подчиненные делали доклад двойнику. Среди тех, кого удалось разыграть таким образом, были даже Молотов и Калинин. Далеко не все первые лица страны офицеры генштаба знали о существовании этого двойника. Круг посвященных был крайне мал, сам Лубицкий признавал, что он был не единственным двойником. Одним из наставников по актерскому мастерству нового двойника, скорее всего, Лубицкого, был известный актер того времени Семен Гольштаб. В 1937 году Семен Гольштаб первым сыграл на экране Иосифа Виссарионовича Сталина в фильме Михаила Рома «Ленин в октябре». Позже он снялся еще в нескольких фильмах, где играл товарища Сталина. По словам Гольштаба, однажды к нему привели человека, действительно очень похожего на Сталина, и просили показать ему походку Сталина и его жесты. Несмотря на роль Сталина, артисту практически больше не давали сниматься в столице и вскоре отправили подальше в Ташкент. По словам профессора медицины Неймана, в конце 30-х годов его однажды привезли в Кремль, чтобы осмотреть главу СССР. Неймана поочередно заводили в три кабинета, в каждом из которых находился Сталин. Всего трое и все одинаковые. Как на подбор. Профессор рассмотрел каждого, но так и не понял, кто из них был настоящим. После этого Неймана неожиданно сослали в лагерь, где он и рассказал эту историю своим сокамерникам. Неудивительно, что в 1938 году были репрессированы и уничтожены почти все из близкого окружения Сталина. Все те, кто лично или хорошо знал вождя и могли заметить подмену. С 1938 года начальник личной охраны Власик заменил весь персонал обслуживающий вождя от врача до уборщицы. Кто-то спросит, а как же дети Сталина? Разве они не заметили подмены? А что они могли заметить? Старший Яков от первой жены всегда жил отдельно и с отцом с самого детства практически не виделся. Общение происходило заочно. Средний сын Василий после смерти второй жены Сталина Надежды Аллилуевой был отдан на поруки начальнику личной охраны Сталина Власику. Несмотря на голокружительную карьеру в армии и большие возможности, Василия, по его же воспоминаниям, с 1938 года до отца практически не допускали. По его словам, он годами не видел своего отца, а очень сухо иногда общался с ним только по телефону. Младшая дочь Сталина Светлана вообще практически не знала и не видела отца. Когда ей было всего 6 лет, в 1932 году умерла ее мама Надежда Аллилуева. Воспитанием девочки занималась няня Александра Андреевна. Если первое время отец еще изредка навещал любимую девочку, то с 1938 года он неожиданно перестал видеться с ней. Девочка видела отца только издали на трибуне мавзолея. По словам Светланы, впервые ей удалось нормально пообщаться только в 1952 году на дне рождения, то есть спустя приблизительно 15 лет, но при встрече она, к своему удивлению, не узнала отца. Страстный курильщик и хронически больной отец из ее детства в этот раз выглядел совершенно здоровым и за весь день так не притронулся к своей трубке, которая лежала на столе. Странно, отец не курит, странно, у него красный цвет лица, хотя обычно всегда был бледен. Приемный сын Артем в 1938 году был отправлен в армию, где сделал карьеру. С этого года он больше никогда Сталина не видел. И напоследок. Когда умер Сталин, то пригласили врачей составить подробное заключение. Протокол осмотра тела подробно описан, и в нем много странностей. Врачи очень подробно описали все особенности шрама на теле Сталина, даже цвет и форму ногтей, но почему-то не обнаружили сросшиеся с детства второй и третий пальцы на левой ноге, хотя эта особенность подробно зафиксирована во всех медобследованиях Сталина во время его арестов и заключения под стражу в годы революционной деятельности. К тому же в записях нет упоминания про шрам от аппендицита, который ему удалили в 1921 году. Тело патолого-анатома описывают очень подробно пятна, порезы, шрамы, углубления, следы от оспы, цвет кожи и так далее. Но почему-то в этом описании не говорится, что левая неразгибающаяся рука была практически атрофированной и была явно короче правой. Этот изъян нельзя было не заметить. Вот почему и возникла версия, что патолого-анатомы обследовали явно другое тело, тело двойника. Сегодня появляется версия, что двойник был явно не один, и их могли с некой периодичностью реально менять. Вот почему с 1938 года живого Сталина мало кто видел. Он по легенде то отдыхает на юге по полгода, то весь в делах Яки Пчела у себя на даче и приказывает его не беспокоить особенно близким родственникам и людям, кто его хорошо знает. Поэтому версия о том, что Вторую мировую войну выиграл двойник Сталина не такая уж и фантастическая. А вот какой из них по счету из этих двойников это уже другая история. Продолжение следует...